Приветствую друзья! Буквально вот недавно у нас поднимался вопрос на одном из стримов о будущих трендах в индустрии криптовалют. То есть сначала был бум, к примеру, вокруг биткоина, каких-то первых альтов, эфира, потом появились ICO, потом были IDO, децентрализованные финансы, NFT, ну и так далее. И при этом некоторые из вас меня периодически упрекают в излишнем консерватизме, когда я говорю о том, что стоит распределять свои риски, стоит очень грамотно подходить к вопросу будущих инвестиций в вот такие развивающиеся направления. И тем не менее, что же будет в будущем, да, то есть если бы, грубо говоря, мы интересовались, в принципе мы это и делали, скажем, индустрией децентрализованных финансов 3 года назад, то при раннем доступе к этому направлению у нас, конечно, были бы большие преимущества в том смысле, что даже если бы мы не вкладывались туда деньгами, то получили бы очень много знаний, которые потом можно было бы монетизировать. Ну и если говорить о конкретных инвестициях, то это само собой разумеющийся факт, что мы получили бы весьма неплохие дивиденды. Так вот, сейчас, конечно, у многих, кто смотрит на рынок криптовалют, возникает этот вопрос. Что будет следующий DeFi, что будет следующим NFT? И на самом деле несколько есть трендов, на которые многие смотрят. Ну вот один из них это метавселенная и, например, Gamify, то есть те отрасли, которые связаны с игровой индустрией и так или иначе в них задействованы криптовалюты. И на самом деле очень интересным является вот такая вот синергия между первыми двумя и NFT-шками. И вот как раз сегодня я вам расскажу о одном интересном проекте, по крайней мере, стоит, на мой взгляд, обратить внимание. Как раз для тех, кто ищет вот такие вот темные лошадки, кто смотрит, пытается найти задел в будущее. И действительно этот проект объединяет как раз вот эти горячие направления, предоставляющие нам возможность получения вот этой асимметричной сделки, когда потенциал роста для нее очень и очень большой. Естественно, сложно найти их, такие вещи, в первые десятки или даже сотни в плане CoinMarketCap. Я говорю сегодня о проекте, который называется Cedify. Cedify Fund вы можете его найти на CoinMarketCap, у него ранг 382. Если посмотреть на историю самого токена, то, как вы видите, в принципе, рост уже произошел, как со многими другими. Но, тем не менее, несмотря на коррекцию, тем не менее, цена держится в разумных пределах. Но интересно даже не ценообразование, а то, что лежит в основе этого проекта и какие возможности он предлагает. Кстати, сразу хочу отметить, что был для этого контракта аудит от Сертика и от Хакена. То есть, можно говорить об определенной надежности этой структуры. Перейдем на веб-сайт. Здесь, в принципе, есть вся информация, которая вам нужна по этому проекту. То есть, можете кликнуть на вот эти все ссылки, что такое этот фонд, тир-система, как начать. И, на самом деле, очень много информации по этому проекту в Medium. Если вы перейдете на их аккаунт, то там огромное количество статей, очень много всего разбирается, постоянные какие-то апдейты. То есть, кстати, это тоже хороший признак того, что действительно люди работают и постоянно что-то публикуют, генерируют вот такой вот фидбэк со своим комьюнити, своим сообществом. Итак, что такое CD-Fi? CD-Fi это инкубатор и лонч-пэд для блокчейн-игр и тех, кто в них играет. Кроме того, сейчас у нас эти самые геймеры, они получают уже прибыль за счет того, что могут использовать NFT в таких играх, потом продавать их, зарабатывать их через саму игру. В общем, это целая огромная индустрия. И, как вы видите, рынок этой индустрии растет постоянно, уже огромные размеры капитализации принимает. И вот CD-Fi, что она предлагает? Она предлагает структуру, которая называется IGO, ну, по аналогу с IDO, например, или с ICO, или с IEO. Это Initial Game Offerings, то есть изначальное игровое предложение. Фишка в том, что она не только дает возможность, в принципе, получать эти токены до листинга, то есть токены проектов, которые связаны с определенными блокчейн-играми, но и иногда некоторые эксклюзивные права на их получение. То есть не всегда они, в принципе, доступны, кроме как через такую платформу, как CD-Fi. Кстати, вот касательно этих вещей, у них, у проекта есть Twitter. Друзья, посмотрите, 600 600 с лишним подписчиков на их аккаунт. Это огромное количество тоже говорит о том, насколько бурно развивается отрасль. И вот, к примеру, первый их твит на странице, закрепленный от 1 апреля, в нем публикуется календарь вот этих самых IGO. И здесь сколько? Аж 8, нет, 9 разных проектов на ближайшее время, 5 уже с датами апрель-май. И посмотрите, вот, допустим, одна из игр, 99 тысяч подписчиков, вторая из этого списка, 30 тысяч, третья, 5, четвертая, 20, пятая, 40, ну и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что есть определенная ликвидность, есть определенный запрос, интерес у сообщества, и можно ожидать определенной прибыли от вложения в такие проекты. Как всегда, друзья, не инвестиционный совет, не финансовый совет, я лишь делюсь тем, что, на мой взгляд, можно казаться интересным или полезным. Так или иначе, твиттер очень объемный у них, их твиттер-аккаунт, поэтому ссылки, как всегда, на все ресурсы, про которые буду говорить, оставлю в описании. Посмотрите, если кому интересно, но это, конечно, впечатляет. Так вот, возвращаясь к Medium, можем посмотреть то, как работает их система, вот это вот Tier System. У них теперь их целых 9, ну, таких вот степеней этой системы. И суть в том, что чем выше вот этот вот уровень, тем больше, как бы, ваш вес в пуле для получения тех или иных той или иной аллокации в проекте на платформе гарантированный, да. И для того, чтобы быть, иметь тот или иной уровень по их системе, необходимо, соответственно, иметь у себя на аккаунте то или иное количество их токенов. Ну, тут вот приведена эта структура, вплоть до 100 тысяч токенов S-Fund. И уже, начиная со второго уровня, первый уровень основан на лотерее, начиная со второго уровня, у вас появляется вот эта самая гарантированная аллокация. Кроме того, есть еще и приватные раунды для уровня 6 и больше, то есть, чем, естественно, чем больше у вас уровень, тем больше будет таких дополнительных плюшек. Ну и, наконец, для девятого уровня есть такой так называемый seed club, то есть seed round. И, естественно, если разбирается проект на вот этом раунде или, по крайней мере, остается очень мало для других аллокаций, то это говорит о многом касательно качества и потенциальных прибылей в инвестициях в этот проект. Ну и как начать, собственно, всю эту историю? Все достаточно просто, прозрачно. Приобретаем токены S-Funds, завершаем KYC. Обязательно нужно сделать, потому что в этом случае не во всех юрисдикциях это разрешено. Поэтому в некоторых странах может это быть нельзя, поэтому нужно обязательно сделать, чтобы быть легально допущенным до этого процесса. Затем сделать стейкинг этих монет, проверять чек-лист по расписанию будущих IGO. И, соединив свой кошелек с CDFI, можно будет приобретать токены согласно вашему уровню, вот этому тиру и аллокациям. Купить токены CDFI можно на KuCoin, на PancakeSwap, по-моему, на Gate.io тоже можно. Ну и надо посмотреть еще по поводу стейкинга, да, то есть он необходим, обязателен для всех, кто хочет участвовать в IGO. Но это не только допуск до этих самых IGO, но еще и дается плюс определенный. Посмотрите, есть такая вкладка Staking Farming. Значит, мы можем поставить стейкинг на определенное количество дней. На 180 дней вам дается API 90%. Понятно, что цена токен тоже может меняться, но в целом, как дополнительный бонус, если вы используете его для участия в IGO, это, по-моему, очень круто. Кроме того, можно участвовать в фарминге. Здесь 123%. Ну и надо сказать, что система работает достаточно давно. Тут вот тоже, видите, у них есть распределение будущее, но у них есть и законченные уже кейсы. Кому интересно, можете тоже посмотреть по истории. Примером может служить блок Топия, которая дала больше 700 иксов до своего максимума. Так что, конечно, тут, как я уже говорил, потенциал большой. Но, безусловно, и стоит внимательно подходить к выбору проектов. Риск также есть, поэтому изучайте их настолько, насколько это возможно. Опять же, очень много ресурсов. Есть и телеграм-канал, кроме Твиттера и Медиума, тоже там можно много чего почерпнуть полезного. Ну и, наконец, по поводу участия CD-Fi вот в пространстве NFT. Здесь есть большой мануал, тоже оставлю ссылку на него. В общем, суть в том, что они будут делать фокус на двух направлениях. Вот как раз то, о чем я говорю, такая синергия трех моментов. Мета-вселенная и некоторые активы, которые могут использоваться внутри игр. Причем эти вещи часто объединены и не только внутри какой-то одной мета-вселенной, но и многих, так называемой мультивселенной, в которой мы потенциально, может, с вами даже будем когда-то и проводить большую часть нашего времени, как сейчас многие проводят в социальных сетях. И, опять же, будет непосредственная связь между токеном этого проекта и запуском и развитием других проектов, которые находятся в связи с мета-вселенными, с NFT-шками и так далее. То есть для игр у нас есть IGO. Также они постулируют в начало IMO, то есть изначальные приложения мета-вселенной, и IMO, то есть изначальные приложения NFT, которые будут на CDFI. И использование этих токенов тоже даст дополнительные бонусы при создании и продвижении этих проектов и участии в их развитии. Тут, конечно, целая система. Тут и бейбеки, и сжигание, и всякие шансы выпадения. В общем, кому интересно, посмотрите в деталях. Но, так или иначе, структура очень большая, и то, что они делают, это действительно одно из очень интересных потенциальных направлений для развития криптовалютной индустрии в будущем. На самом деле, кто помнит 2018 год, мы, в принципе, говорили с вами о играх, о игровом пространстве с интеграцией криптовалютных активов, с возможностью купли и продажи какого-то игрового имущества уже за счет какой-то внутриигровой валюты, которая также может быть криптовалютой. И обмен этой криптовалюты уже между различными играми. В общем, это целая огромная система. И действительно, многие-многие проекты, которые начинали еще в 2018, может быть, даже и раньше в 2017 годах, они очень хорошие показали рост. И не только рост, но и развитие. То есть сейчас, когда, может быть, какие-то вещи несколько более заторможенно выглядят, тем не менее, это время, когда многие строят, когда действительно происходит такое закладывание фундамента. Поэтому, кому интересно, я думаю, что с холодной, опять же, головой стоит сюда окунуться. Повторюсь, что рынок этот растет огромными темпами. Киберспорт уже даже несколько лет назад показывал количество зрителей больше, чем там какие-нибудь суперболы, то есть реальные спортивные состязания. И как это будет развиваться дальше, можно только гадать. Но, скорее всего, реальность нас с вами тоже удивит. В общем, надеюсь, кому-то было полезно и интересно. Если кто об этом не знал, тоже, по крайней мере, развитие вашего кругозора. Заходите почитать побольше, поучаствовать. Все ссылки я оставлю в описании. И если какие-то детали интересуют, то оставляйте комментарии, постараюсь на все ответить. На этом у меня на сегодня все. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.